Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе. Кнопка и ссылка под видео. Майя Сандо заявила, что Молдова – свободная страна, и мы выбрали свободу как ясное желание решать свою судьбу, защищать свое достоинство и право быть счастливыми у себя дома. Президент выступила с речью на церемонии открытия нацпраздника День независимости Молдовы, состоявшейся на площади Великого нацсобрания. Сандо также напомнила о важности быть свободным, о войне в Украине и отметила вклад спортсменов и других деятелей страны, которые продвигают имидж страны в мире, передает ТРММД. «Мы хотим быть счастливыми, а шанс быть счастливыми может быть реализован только тогда, когда наши естественные потребности удовлетворены, когда вы ложитесь спать без страха, что снаряд может упасть на дом, где ночью спят ваши близкие, когда ни одной матери не приходится увозить своих детей в другую страну, чтобы защитить их, когда отцы идут на работу, а не на войну, когда ты можешь говорить, что во что веришь и не страдаешь за это, когда тебя не сажают в тюрьму за то, что ты выступаешь за мир против войны или критикуешь правительство, когда твое государство защищает тебя и помогает тебе», — говорит Сандо. «Для достижения этой мечты нам нужна помощь демократического мира. Стран уважающих своих граждан, и мы просим об этом», — добавила она. «Чтобы люди могли получать хорошую зарплату, страна должна быть сильной и демократической. Мы понимаем важность свободы, когда мы ее теряем, а также здоровье. Вот почему мы должны быть осторожны. Свободное демократическое общество никогда не позволит горстке людей. Народ без свободы находится во власти авторитарных правителей», — сказала глава государства. «Молдова может стать по-настоящему сильной, свободной защититься и своих граждан в семье европейских стран и укрепить свою демократию только в ЕС». В этом контексте Сандо также объяснила причины, по которым Молдова решительно осуждает войну в Украине. «Война России против Украины показывает цену свободы. В течение шести месяцев наши соседи с оружием в руках защищают свою свободу, потому что они хотят свободно жить в своей стране. Мы осуждаем войну, потому что не любим преступность. Мы осуждаем войну, потому что любим жизнь, любим мир. До недавнего времени война была только в рассказах родителей, бабушек и дедушек. Теперь это не история. Она стоит рядом с нами. Она потрясла наши жизни, наши надежды, наше будущее. Неуверенность растет, но и усталость растет. Война означает кризис и нищету. Эти трудности не заставят нас опустить руки. Наоборот, они могут еще теснее сплотить нас, укрепить. Ведь мы такие, какие есть», — добавила президент. В своем выступлении Сандо подтвердила, что единственной заботой правительства сегодня является изменение жизни граждан Молдовы к лучшему. Отметим также, что заместитель премьер-министра, министр иностранных дел евроинтеграции по ПЭСКУ записал поздравление по случаю Дня Независимости. Чиновник подчеркнул, что благодаря вкладу каждого здесь, дома или за рубежом мы работаем во имя процветающей сильной и свободной страны с необратимым будущим в большой европейской семье, передает Киэром МД. «Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы задуматься о назначении Дня Независимости, силе, общей веры в идеалы, которые связывают нас и которые необходимо энергично отстаивать. В трудные времена — демократия, мир, свобода и наша европейскость. Как никогда ранее я хочу, чтобы каждый из нас носил в своем сердце силу солидарности, единства и сплочения, которое может проходить в исполнении наших желаний», — сказал ППЭСКУ. Сегодня, 27 августа, Молдова отмечает 31 год со дня провозглашения независимости. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok